Субтитры создавал DimaTorzok Не забывайте делиться этим видео, не забывайте ставить лайки. Роман, здравствуйте. Приветствую. Я пытаюсь понять, что происходит под Углидаром. Это Путин уже начал свое наступление или это еще он так щупает? Началось наступление конкретно под Углидаром. Мы с вами о нем говорили, по-моему, в районе 6-7 января. То есть о готовности к этому наступлению. Было оно готово на Российское Рождество. Было готово, были заведены определенные силы, средства. Но, скорее всего, во-первых, украинское военно-политическое руководство не пошло на перемирие, которое предложили. И основные силы были все-таки оттянуты. И информационное, кстати, сопровождение было в это время оттянута на Солидар и Бахмут, юг Бахмута, Клещеевку и Курдюб. То есть задержались они в паре недель. А сейчас начали, я бы не сказал, что широкомасштабное, масштабное наступление, так как прикрывает авиация. Если авиация вмешивается и начинает выполнять определенные задачи по расчистке территории, она расчищает для реального наступления, то есть для масштабного на данном этапе, по крайней мере, на дальнем фронте. Подтягиваются вертолеты с Марика в Мариуполе на Азустали. В районе Азустали они там себе придумали аэродром. Сегодня туда, кстати, прилетело. Они думают, что там никто его не видит. Видят все прекрасно, откуда летают вертушки на Увидар. Потому повзрывалось немножко. И вот с поддержкой авиации начали наступление. Но все-таки до широкомасштабного и далеко нечего. Так как до сих пор плотности войск не хватает для выполнения мощных наступательных операций. Попробовали они разведкой боем. Причем задача была поставлена вот той уже, наверное, притча во языцах. Это 155-я морская бригада пехоты или Владивосток. Которая под Павловкой отличилась. Да, да, да. Именно им. В общем, они долго ныли в интернете. Естественно, генералы это все запомнили. И поставили им задачу попробовать оборону украинских войск в районе Угледара, которые там... Украинские войска, готовящиеся к наступлению на Волновах уже как минимум полгода. Потому попробовали так, что где-то больше роты потеряли двухсотыми, больше роты потеряли трехсотыми, потеряли очень много техники. И, по-моему, бригада морской пехоты реально стала просто бригадой пехоты. Но бригады уже, наверное, не будет. Я думаю, ее будут расформировать. То есть очень большие потери понесли. Это так генералы вытирают и отминусовывают те неуправляемые части, которые слишком много о себе думают. Это вот 155-й яркий показатель. Так это линейная часть. Естественно, то же самое было и сейчас происходит с частными компаниями разными, которые допускают себе в эфир в сторону генералов не очень лестные отзывы. То есть примерно та же ситуация. Ставится задача изначально невыполнимая, но с большими потерями, и она выполняется. Я напоминаю нашим слушателям, что 155-я бригада, когда ее бросили штурмовать Павловку, она стала жаловаться, писала письма чуть ли не в спортлото. Писала письма, например, приморскому губернатору, потому что она из Приморья, что, так сказать, их бросают на абсолютно бесперспективное направление. Мы, кстати, с Романом это тоже разбирали. Их действительно бросили штурмовать то, что находится в низине, в то время как сверху ВСУ поливали их огнем, что было так достаточно безумно. И вот тогда с ними пригрозили разобраться. Сказал я, что типа вот сейчас Следственный комитет выяснит, кто эти нехорошие обращения писал. Там, если я не ошибаюсь, даже какие-то тыловые работники стали записывать видео с извинениями, типа мы не против чего. А потом действительно были сведения, что главных зачинщиков бросили штурмовать, как царь Давид Урию и Фитиянина, какие-то совершенно безнадежные участки. И вот сейчас вы говорите, что 155-я бригада именно поэтому была брошена в самое тяжелое пекло в Угледарах. Так и есть. И результат понятен. 155-ка получила несовместимое с жизнью сейчас поражение. Я думаю, ее будут расформировать. То есть обратно она уже, наверное, не поедет. Расформируют, ротами перебросят другие части. Тем не менее, вы упомянули некоторые другие частные военные компании. Совершенно понятно, что вы имеете в виду Вагнера и хотите сказать, что их потратят как 155-ю. Мне кажется, это какое-то очень оптимистическое описание ситуации. Как сейчас Герасимов обходится с вагнеровцами? То есть что-то в тактике вагнеровцев изменилось? Им дают снаряды? Или вот вы сказали, что типа с ними могут обойтись как со 155-й бригадой. Признаки есть? Обеспечивают так же само, как и обеспечивали артподготовку. Но дело в том, что это не Вагнеру ее обеспечивают. Они выполняют задачу по обстрелу наших позиций. И она выполняется вне зависимости от Вагнера как какового. Это общие задачи ставятся для выполнения частям военным. Но заметно уже уменьшение раза в полтора, а то и в два количество все-таки снарядов. Уже где-то 10-15 тысяч по фронту, не больше. Они уже больше использовать не могут. Идет. И все идет к снарядному голоду в смысле о том, что будут работать с колеса. Где-то несколько недель, и они выйдут на режим около пяти, максимум семи тысяч снарядов. Если их не найдут где-нибудь там в Северной Корее или еще Китае, то есть те пять тысяч, которые сами производят, они пять тысяч и будут использовать. Это наступление, оно почему вялое? Оно вялое просто потому, что еще недостаточно частей переброшено на фронт или потому, что у него есть какие-то внутренние проблемы, типа тотальной нехватки снарядов и тотальной нехватки, опять же, подготовленных частей. Вот оно просто еще не развелось, и у него есть внутренние недостатки. Ну, первое, это то, что, во-первых, украинские войска готовы были встретить россиян, укрепились, заняли позиции. И это тот укрепрайон, который уже как минимум полгода стоит. То есть сам по себе район мощный, и они подойти к нему даже толком не могут. Мы с военной артой их разбиваем, видим и разбиваем. То есть то количество войск, которое было, оно может быть и было достаточным, если бы это было там полгода назад или девять месяцев назад. Но сейчас уже просто недостаточно, не доходят. Работает хорошо наша разведка и дальние средства поражения. Плюс включаются еще и хаймерсы по разведанным целям. Но и видно недостаток все-таки количества мотопехотных соединений, слаженности. Слаженности абсолютно никакой нет. То есть если бригада там 155-я как-то еще прошла боевое слаживание, хотя скорее всего им уже забросили мобилизованных, то есть доукомплектовывали после провалов месяц назад. А вот новые соединения, которые собраны, там тоже такая сборная солянка из нескольких подразделений. Основным костяком, кстати, является Восток Ходоковского. То есть он руководит этим всем процессом, но не военный человек. Он пусть и 8 лет воюет, и изглушник бывший, но, по крайней мере, все-таки не военное образование как таковое. Он масштабно не может выполнять масштабные задачи. Это точечные. Это проблема всех спецслужбистов. А вот здесь, в районе Углидара и управления чувствуется недостаток младших командиров, абсолютно бестолковые иногда действия, непонимание действий при какой-то аварийной ситуации. Расстреливают, как наши войска, их расстреливают с высоток, с капров, с определенной промки, турами, валят даже с тенгерами, там, ну, с тенгерами это по вертолетам, там, по-моему, звено вертолетов положили, Ка-52, четыре вертушки за два или за три дня, сушку одну положили. То есть, как раз, видно полная, ну, неподготовленность этого движения как такового. Оно у них и застопорилось из-за этого. А как эта неподготовленность, если это то самое наступление, которое Путин готовил, но с того момента, когда он начал мобилизацию? Нет, это не то наступление. Это продолжение. Оно масштабно. Можно сказать, что у нас как таковое началось в районе Вот это я и спрашивала. То есть, это оно или не оно? Нет, это всего лишь несколько десятков километров из общего наступления, общего на всем Донецком фронте. Вот в последнее время активизировалось практически все, весь Донецкий фронт, это около 100 километров, больше чуть, от Углидара. В Углидаре, в Маренке, вот сейчас также начали двигаться южнее Маренки, пытаются ее уже и с юга обойти. Маренка, Авдиевка, само собой, Красногоровка, вот которая Донецкая. Дальше началось движение уже из-под Горловкина, Дзержинск бывший. Тоже начали двигаться, это чуть южнее самого Бахмута. То есть, весь фронт пришел в движение, но не масштабно. Нет такой масштабного движения, которое могло бы быть, по крайней мере. Не хватает сил, средств, не хватает боеприпасов на передней, на линии фронта. И видно как раз вот плохая управляемость, так как даже те рассредоточенные части, которые были на глубине фронта, около до 50 километров, они в одном месте сбиваются, когда начинают двигаться к фронту. Где-то растягиваются. То есть, такая гармошка гуляет, они не могут управлять процессом. Видно вот отсутствие, во-первых, управленческих кадров, полное отсутствие или профнепригодность младших командиров, по крайней мере, из вновь прибывших. То есть, дезорганизация, вернее, неорганизованное, толком неорганизованное наступление. То есть, правильно ли я понимаю, что вот все ждали большого путинского наступления на Донбассе, вот этих 200 тысяч мобилизованных. И вот это оно и есть. И это все, на что он способен. И это немножко получается, как с ракетными обстрелами. Путин сказал, что он сейчас уничтожит энергоструктуру Украины. А вышло, что у него просто физически не хватает уничтожалки. И вот сейчас он изо всей силы пытается наступать. Особенно ему это важно перед тем, как дадут танки. Особенно ему важно показать товар лицом, что я еще ого-го, у меня порох в пороховницах, сейчас вы все задрожите, сейчас вы прибежите ко мне все снова на переговоры. А вот он физически не может полноценно наступать. Армия не может, армия, российская армия не готова к широкомасштабным наступлениям. Просто не готова. И не могла быть готова. Еще раз повторюсь, готовность годами. Армию годами готовят, не месяцами. Годы иногда тренировок на полигонах с использованием оружия, с использованием... Ну, это целый процесс. Этот процесс нельзя переступить. Если этот процесс переступается, получается вот то, что получается сейчас на Донецком фронте. Друг другу топчутся по ногам, наступают, толкаются в одних местах, а в других местах очень большие плеши, плешины, пробоины. Потому пытаются как-то двигаться. Почему иногда и наша разведка даже тоже не понимает. Ну, броуновское движение. Побежали туда, побежали сюда. Вообще, что вы хотели, никто даже понять не может. Сначала думают... Ну, наши, как всегда, за врагов думают, что люди умные. То есть, что-то такое задумали там. Поднимают всех и вся, и стоячковые. А что это значило? Оказывается, это просто дятлы не знают российских, что вообще маневр, как он выполняется и для чего он нужен. То есть, это просто в чистом виде броуновское движение. Причем это не только по Донбассу, это сейчас и по Запорожскому фронту, и по Херсонскому фронту. Более-менее как-то у них сейчас получается в районе Сватова. То есть, ну, там таких задач не стоит. Там как раз задача стоит в основном оборонительная. Они там в одном-двух местах пытаются наступать, но не более того, и в сторону Лимана, на Торска, из-под агломерации, то есть этой, и ближе к Сватову. Но в основном стоят задачи оборонительные, потому они и зависли на Луганском фронте как-то более-менее. А там, где начинают двигаться, не получается. Не готова армия российская к наступлению. А теперь мы переходим к самой интересной части Мерлезонского балета. Это мы только что разобрались с тем, как, ну, неавантажно выглядит российское наступление, на которое Путин возлагал такие большие надежды. Ну, по крайней мере, пока неавантажно. Но есть еще и будущее украинское наступление, которое будет вестись вместе с танками. И вот, наконец, дали леопарды. И у меня два вопроса. Первое. Сколько дали танков? Потому что я тут от Юрия Федорова очень удивилась, когда я услышала еще цифру, что Украине дали около... Ну, Украине есть около тысячи российских танков. Он посчитал все вместе. И, как я понимаю, 300 западных получается. Вот объясните очень по-простому, зачем дают танки и что будет, когда эти танки приедут в Украину. И, кстати, когда приедут. Есть определенные расчеты формульные. При выполнении определенных задач по формулам считается количество техники, личного состава, на какую глубину идет прорыв, какая плотность войск противника, какой рельеф. То есть это все просчитывается. И вот, допустим, не будем цифры говорить, допустим, если у нас тысяча танков, то для того, чтобы выполнить со стопроцентной гарантии, допустим, выход до Азовского побережья, нам надо было 1300 танков. Мы бы с тысячу, может быть, справились. То есть все зависит, конечно, от задач, очень много моментов влияет на выполнение задач, особенно в военном плане. Но, тем не менее, можно было бы и с тысячу справиться. Но, тем не менее, по определенному воинскому искусству вот эти все цифры просчитываются. 300 танков нам не хватало. Потому наш генерал Залужный объявил об этой недостаче. Недостачи 300 танков, недостачи 700 бронированных машин, недостачи 500 стволов САУ для выполнения вот этого масштабного движения в сторону Азовского побережья из зачистки, в принципе, Азовской, зачистки Запорожской и Херсонской области из-за хода в Крым. То есть вот для этой задачи вот этого количества танков просто не хватало. Сейчас нам их дают. То есть нам дают больше 300 танков. В общем скопе это не 300 танков западных. В эту цифру входят и польские твердые танки и определенные 72-е танки. То есть выполнили задачу, ту, которую просил Залужные наши партнеры. Нам их передают. Они начнут заходить, если они уже не заходят. То есть я думаю, уже после Рамштайна или после Нового года они уже начали плавно, уже начали свое движение. То есть те же 72-е, те же тварды польские может идти. Это очень быстро, логистика короткая, потому танки будут заходить. Западные танки, те, которые, допустим, нам обещали, Челленджеры вторые, Леопарды вторые, ну, по крайней мере, этого уровня, ну, за колесные отдельный разговор они могут уже быть в Украине. В принципе, то есть когда был согласован этот вопрос, там несложная система управления, система прицеливания, 105-й пушкой нарезной. То есть, в принципе, можно работать. Наши могут сработать очень быстро. А вот основные танки, Леопарды. Леопарды начнут заходить, я думаю, в феврале. Сейчас уже занимаются наши военнослужащие их изучением. Я думаю, месяц это максимум. И на танке, те экипажи, которые уже до этого воевали на танках типа С-72, они за месяц освоят Леопард. Пусть перейдут на определенную систему, там все-таки оцифровка, там экраны, там масштабирование, своя система управления. Но за месяц управятся. Управились с Хаммерсами за месяц, я думаю, с танками управятся. Потому, скорее всего, Леопарды первые мы в феврале уже увидим, наверное, на конец февраля. Челленджеры, там может быть чуть посложнее. Там проблема с челленджерами все-таки логистика, система обслуживания. Это не Леопард. Леопард можно, в принципе, на каждой станции техобслуживания с помощью кувалды. Это я шучу, конечно. И какой-то матери отремонтировать, так как в каждой практически стране, где Леопарды есть, очень хорошая система их обслуги. Все-таки танк это одно из сложных инженерных сооружений и боевой техники, которая требует к себе очень много внимания со стороны технорей. То есть техподдержка должна быть очень мощная. там иногда за танком идет целая мастерская для того, чтобы подбирать то, что с него высыпалось и обратно постараться вставить. Тем более эти танки, особенно западные танки, это не старые советские, они от первого удара взрываются и башня отлетает. А эти как раз танки на голову выше, они выдерживают от до пяти прямых попаданий. То есть некоторые виды танков выдерживают пять попаданий. То есть это танк живучий, сам по себе живучий. Он даже после попадания выполняет боевую задачу, но тем не менее его потом приходится или доремонтировать, или тут же надо движение его доделывать после удара, так как сам по себе танк впирает на себя, он вскрывает все огневые точки, а как раз вскрывает тем, что сам появляется на поле боя. По нему начинают работать, это и есть вскрытие как таковой точки, а уже по самой точке работает либо танк, либо боевая машина пехоты, либо вертолеты или штурмовики, авиация, которая прикрывает с воздуха, то есть это триада, которая должна работать. И вот эти танки, вот они на себя принимают очень много снарядов, то есть поражающих элементов, а их надо восстанавливать, потому здесь надо инженерная поддержка. Кстати, как раз из-за этой беды нам не совсем удобны Абрамсы, если так скажем, не совсем удобны, потому что в Европе практически, кроме Польши, поляки сейчас только разворачивают систему инженерной поддержки Абрамсов, в Европе их мало, вернее, Европе их практически нет, поляки получают там 116 штук, не знаю, получили или нет, еще нет информации, но инженерную по крайней мере базу готовят, потому скорее всего, если мы получим Абрамсы, то получим только после того, как Польша подготовит эти системы станции и примет первые Абрамсы уже на себя, а потом либо нам часть уйдет, либо добавят, и мы уже будем обслуживаться, по крайней мере, Абрамсами, будем обслуживать на польских предприятиях. Этой беды полностью лишены Леопарды. Леопарды это как Мерседесы, на каждой станции СТО Мерседес в любой стране есть эта станция, примерно то же самое и с Леопардом. Вот смотрите, вы сказали удивившую меня вещи, когда вы сказали, что просто не хватало 300 танков для наступления, и так получается, что неважно какой марки, потому что у меня было три впечатления, когда я услышала, что дают Леопарды. Первое, что танки это равно наступлению, причем наступлению скорее всего именно на Запорожском фронте, потому что степи и танки созданы друг для друга. Второе, у меня было впечатление, что между советским и танком и Леопардом это немножко разная философия, потому что Леопард значительно тяжелее, он значительно тяжелее за счет брони, то есть он значительно тяжелее за счет того, что его конструкторы думали в первую очередь о выживаемости экипажа. И третье мое было впечатление, что это наступление, которое, что эта машина при должной поддержке является неуничтожимой, что она для российских войск, если, соответственно, танковый батальон правильно наступает, если он прикрыт с флангов, если у него есть пехота, которая его поддерживает на БМП и, соответственно, нейтрализует огонь Птуров, то просто, грубо говоря, его ничто не может остановить, его ничто не может уничтожить. Ну, его может остановить просто враг, который просто не может перейти, потому никогда не говори никогда в этом смысле на всякое чудо на всякое чудо техники, да, найдется свое чудо, потому здесь не так линейно, по крайней мере, просто когда работают, допустим, те же Леопарды или однотипные такого уровня танки, те же Челленджеры или Абрамсы или Ка-2 или Меркова, то есть это танки, которые защищают свой экипаж, вот если с вашей точки зрения говорить, не для того, чтобы выжили, то есть не эта задача, должен танк выжить, танк должен выдержать несколько ударов по себе, прямых попаданий, причем и подкалиберными в том числе боеприпасами, то есть это крепость, которая едет, и она должна принять на себя несколько ударов как минимум, вскрывая точки, то есть вот такие танки выдерживают двух, два, три, пять ударов прямых попаданий, причем в такие области, от которых допустим старые советские танки просто разлетаются, а здесь эти танки выдерживают эти удары и дальше выполняют, то они только защищают экипаж от этого удара, они выполняют дальше боевую задачу, то есть от удара прямой наводкой допустим той же рапиры у Т-72 взорвется боезапас и естественно минуснется и экипаж, и боезапас, и танк, и не выполнится задача, а допустим леопард ее выдержит и дальше пойдет, да, он понесет может быть какие-то определенные потери, сам танк, там где-то броня отвалится, где-то может быть какая-то проблема или нанет или еще, но он тем не менее сможет выполнять дальше задачу боевую, то есть вот в этом большой плюс вот этих западных танков, то есть это такой серьезный железный кулак, который продавливает, с одной стороны продавливает любую линию обороны россияне не смогут выполнить, здесь вы правы, они ничего не могут противопоставить такого рода движения, но он сам по себе не работает, или там часть или рота танковый батальон обязательно работает в связке с броней, которая и его с одной стороны прикрывает и работает по тем точкам, которые вскрылись при которой российским точкам огневым, которые начинают работать по танку, поэтому танк выдерживает их удары, а эти точки добивают или уничтожают уже боевые машины пехоты, которые обвесы у них такие, что в принципе у них просто брони может такой нет, как у танка и пушки такой нет, допустим, у той же Бредли поменьше пушки, но тем не менее обвес такой, что Бредли может уничтожить больше допустим танков противника или огневых точек поразить, чем даже сам танк, у него задача такая на себя взять все, что может стрелять, выдержать это все и дальше уничтожить. А уничтожать помогают еще и боевые машины пехоты плюс вертолеты. Есть, конечно, триада, то вертолеты будут помогать однозначно сверху. Вертолет с этой парой довольно-таки неплохо работает, особенно, когда экипажи слетаны, так сказать. Потому с этой стороны вот в этом большой плюс. Ну и, естественно, ТТД самого танка. вес, конечно, побольше за счет брони. Тут вы правы, здесь где-то тонн 20 на броню, на определенные системы заряжания, на внутренние перегородки, бронеперегородки, которые отделяют экипаж от отсека со снарядами. То есть здесь в этом смысле он потяжелее. Но он выполняет свою задачу живучести. Танк, живучесть танка самое главное. Экипаж уже здесь от живучести танка зависит. Понятно, если у танка живучесть хорошая, а здесь хорошая живучесть, то и экипаж будет защищен. А вот я видела статью Юрия Бутусова, которая как раз была посвящена этим новым западным танкам, и меня в ней удивило сообщение о том, что эти танки предназначены не для Блицкрива скорее, то есть не для быстрого продвижения по местности, а для систематического перемалывания обороны противника. Вот если можно, объясните на пальцах, как будет совершаться наступление этих танков? Это будет зависеть от того, будет авиация или нет, и до какой степени будет соотношение, то есть дадут нам, дадут нам, передадут, или будем использовать свою. И вот здесь два разных вида наступления как таковых. Если будет достаточное количество авиации, то естественно ракетами типа Харм, Харм не одна ракета противорадиолокационная, сначала будет уничтожена и будет выжигаться подходящее ПВО противника. То есть сначала будет выжигаться ПВО, все, что только есть. После этого авиация начнет перемалывать уже бомбардировщики или штурмовики начнут перемалывать российские редуты, российские системы укрепления, либо если их не будет, они могут допустим закрываться в городах, городках, поселках, селах, то есть использовать городскую структуру, то тогда будет режим уже конечно окружения и выдавливания, то есть чуть-чуть другой. Естественно никто перемалывать не будет села, будем просто их окружать. Но если будут упираться в какие-то редуты, то редуты перемалываются, система укрепления, инженерные системы авиации перемалываются, после этого начинается движение сами уже танки, то есть и танки, боевые машины пехоты, то есть этот бронекулак уже с вертолетами, с поддержкой вертолетов и продавливания, то есть не будет одного танкового перехода там в 100 километров сразу, конечно нет, то есть по 5, по 10, по 15 километров в зависимости от тех систем укрепления, которые будут, плюс есть большая проблема и на будет минные поля, российские минные поля, они сейчас праминировали все, что только можно было праминировать, сами себя заминировали, двигаться даже не могут иногда, в туалет выйти, боятся наступить на растяжку, то есть минные поля, они будут, конечно, прожигаться разными методами, есть определенные машины разминирования, которые взрывают определенный проход для танков, есть катки, то есть броня с катками, которая подрывает этот каток, мины подрывает, то есть разные механизмы в зависимости от той ситуации, которая будет, но общее, это сначала проходит авиация, перемалывает, дальше начинают идти танки и выдавливают, по крайней мере, продавливают систему обороны, так как у россиян уже на данный момент фронт они напитали, плотность войск Запорожского фронта сейчас достаточно для того, чтобы в принципе в каждом селе удерживать какой-то гарнизон, либо ротно-тактическую группу, либо батальонно-тактическую группу, либо какие-то соединения, они практически вот за вот эти несколько месяцев частично мобилизованы, в основном это они уже более-менее подготовленные, они напитали глубину фронта вплоть до Азовского побережья. Того, что мы с вами говорили летом, когда можно было съездить с Гулей-поля покупаться в Азовском море и вернуться обратно 100 километров туда, полтора часа туда, полтора обратно, не встретить ни одного разъезда или ни одного блокпоста, ну, эти времена уже закончились, напитан фронт. Да, но перед танками, как я понимаю, он не устоит. Смотрите, вот Украинское ВСУ все время говорит о трех вещах. Первое – танки, второе – атакамсы, третье – авиация. Если я правильно понимаю, то вот танки – это очень, грубо говоря, Запорожский фронт. Для Запорожского фронта танков хватит. А для чего нужны атакамсы? Ну, не только атакамсы нужны и, допустим, атакамсы – это все-таки баллистическая ракета, трехсоткилометровая. Надо еще и GBU-39, то есть планирующие бомбы с разгонным блоком от М-26 «Хаймерс» это пусть 150 километров, но тем не менее нужны. Сейчас у россиян, после того, как мы начали работать М-31 ракетой к «Хаймерсу» с дальностью 80-85 километров, они свои склады размещают где-то за 100 километров 100-120 километров от фронта. И мы их достать не можем, просто пока нечем. Беспилотники есть, но они все-таки не уничтожают так, как нам надо склад. Потому оптимальный вариант получить и «Атакамсы», и «Джи-Би-Юшки», то есть и это «Джи-Би-Юшки», пусть в исполнении работы с «Хаймерсами». То есть мы хотя бы на глубину 150 километров сможем тогда прожечь фронт, и у них количество снарядов, количество техники, которая подходит, уменьшится еще примерно в столько же раз, сколько она уменьшилась, когда появились «Хаймерсы». То есть вот эта вот дальность 150 километров, она переломит ведение боевых действий, интенсивность упадет со стороны Российской Федерации, так как они все-таки плечо 120 километров, им придется тогда уже где-то за 150, по 200 километров. То есть в принципе с Ростова возить в Донецк боеприпасы это уже довольно-таки проблематично без промежуточных складов. Количества просто не будет. А вот 300-ки, то есть 150-километровые ракеты к «Хаймерсам», они нужны в основном для выжигания складов, которые расположены за 80-100 километров. А вот атакамсы нужны только для работы по Крыму, причем ювелирной работы по Крыму, так как заходить в Крым, то есть варианта два, Крым освобождать можно двумя путями, либо все гарнизоны, которые там есть, они в основном стандартные, они не мобильные, то есть стационарные эти гарнизоны, атакамсами отминусовать, и тогда россиянам просто не за что будет зацепиться, нечем будет воевать. Ну, помимо того, еще, естественно, Крымский мост отработает. После этого намного проще будет выполнять деоккупацию Крыма, и Крым останется целым, то есть передача атакамса спасет Крым от фронтального прохождения. Если атакамса мы не получим, тогда придется армейской артиллерии, как сейчас это происходит, и с помощью тех же танков тяжелых, как то, что сейчас происходит на Донбассе, вот примерно Крым будет примерно такой же, как Попасная, как Северодонецк, как Бахмут, как Савидаи, Мариуполь, да, это если будет авиация, да, если будет авиация, будет авиация работать, то работать, конечно, будем не по городу, по объектам военным, авиации, но, тем не менее, она же не высокоточная, то есть свободно падающая авиабомба, у нее разлет и, во-первых, самих осколков, и поражающие действия, ну, естественно, и точность попадания, плюс-минус километр бывает, смотря, кто как целится, и какой трезвости летчик, потому здесь вариант такой, что оптимальный вариант, оптимально это атакамсами выжигание российских военных объектов и дальше уже заход. Если не будет атакамсов, фронтальный заход, и, во-первых, время с атакамсами намного быстрее, до оккупации Крыма произойдет, мирное население не будет так, как сказать, мягче, травмировано. Страдать? Ну, пусть страдать, травмировано, да, это я мягко сказал, а вы там дальше уже можете пожестче додумать. То есть, как, допустим, если пойдет фронт, фронтальное перемалывание Крыма вызовет ну, большие разрушения, однозначно. То есть, а тем более Крым сам по себе, он все-таки такой мешок, это оперативное окружение для военных, но это реальный мешок для гражданских. Там будут, то есть, освобождение Крыма будет, если согласно нормам международного права и правил ведения войны, то есть, это вот примерно подходит войска, украинские войска к Севастополю, объявляется город, объявляя, в городе объявляется с нашей стороны, объявляется эвакуация, будет несколько дней сбрасываться листовки, будут предупреждаться мирные люди в Севастопольце о том, что сейчас будет зачистка города. Но, Роман, я тут сразу перебью, из Мариуполя не выпускали российская армия людей, так я думаю, из Севастополя просто не будут выпускать в такой ситуации. Могут, но мы будем выполнять определенные действия, которые нас обязывают это делать, то есть, международные законы обязывают нас это делать. Это будет примерно то же самое, как в Югославской войне, когда выполняли определенные мероприятия по освобождению городов, то есть, военнослужащие предупреждали гражданское население о готовящемся ударе по городу, о зачистке городских кварталов, потому здесь вот, ну, до этого бы лучше, конечно, не дойти, иначе тогда в Крыму не останется ни одного человека, пока будет, когда будет проходить фронт. Ну, это я утрирую ни одного человека, ну, тем людям, которые живут в Крыму, им придется, конечно, уходить на Тамань, а именно движение фронта будет в одну сторону, но это самый пессимистический прогноз, самый пессимистический сценарий для освобождения Крыма. Оптимальный вариант, конечно, это атаканцы, намного все будет проще. В этом смысле российские войска уйдут, а наши спецслужины потом выполнят задачу по зачистке Крыма от российских оккупантов, будем так то есть, вот смотрите, правильно ли я понимаю, что танки вполне достаточно для прорыва на Запорожском фронте, без атакамс, атакамсы это Крым, без атакамсов это будет гуманитарная катастрофа, без атакамсов это будет Бахмут, а тогда третий вопрос, а можно ли без авиации освободить Донбасс и Луганск? Ну, с авиацией это будет проще, можно освободить Крым и всю Украину без авиации, то есть, в принципе, только с одной системой ПВО, которая будет работать по авиации противника, посадить и авиацию противника систему МПВО, по идее можно, но скорость будет намного меньше, с авиацией все убыстряется в 5-7 раз после того, как отрабатывает авиация, намного проще наземным войскам двигаться и в 5-7 раз уменьшится с работой авиации уменьшится потери у наступающих войск, то есть авиация сделает все А у гражданского населения? С гражданским населением все так же просто, то есть предупреждается, выводится, уходит, но авиация, наша авиация не будет города бомбить, нет смысла здесь, это точно, то есть будет уничтожаться авиация, будет уничтожать военные объекты, в основном линии укреплений, просто ни одна мина, ни один артиллерийский снаряд, даже ни одна ракета крылатая не сделает столько, сколько, допустим, сброс, одномоментный сброс бомб с Су-24, он просто перемелет определенную площадь с землей на глубину метра два, там просто ничего не будет, вот и все, то есть вот так, это самый оптимальный вариант, для того, чтобы, для чего нужна авиация, это для кардинального уменьшения потерь у наступающей страны, украинской страны, но перед этим надо, конечно, выжечь ПВО российское, это можем сделать, хармы это доказывают, показывают, все дела в количестве самолетов и, естественно, в количестве хармов, а вот дальше заходит авиация, бомбардировочная авиация, многоцелевая, то есть выполняя бомбардировку, или штурмовая, все равно в зависимости от задачи. Правильно ли я понимаю, что вот так получилось, что благодаря особенностям географии получается, что танки это неминуемый прорыв Запорожского фронта, тонкого, как кишка, глубиной 100 километров и еще это степь. А изолированный полуостров Крым, изолированный полуостров Крым, на котором много складов, чтобы его освободить, нужны Атакамсы, а соединенный с Россией и имеющий гигантскую стратегическую глубину, напитанной дорогами и подвозами орудий Донбасс, для того, чтобы его освободить, нужны самолеты. Очень грубо говоря, ну, точнее, иначе это будет стоить очень дорого для всех. Да, так и есть. Самый оптимальный вариант именно вот такая раскладка. То есть, вот с такой позиции тогда украинской армии, которая будет выполнять мероприятия по деоккупации Украины до границ 1991 года, будут самые минимальные потери, будут минимальные потери среди гражданского населения, оно не будет так травмировано, будем так говорить мягко. и, естественно, инфраструктура останется также нетравмированной, ну, по минималу, по крайней мере, травмированной. То есть, это самый оптимальный вариант. Почему и, в принципе, мы и просим, понимая все это, и просчитывая наперед, мы и просим у наших партнеров и тяжелую технику для выхода на Азовское побережье, и Атакамсы для работы по Крыму, и авиацию для уже деоккупации Донбасса. Это будет самый номинальный, так сказать, режим по деоккупации Украины. Все остальные режимы, они будут намного болезненны, травмированные, много потерь, и очень большой будет потом лах на восстановление. Времени придется очень много для того, чтобы восстановить Украину. Тогда можно ли сказать, что вот этот Рамштайн, где дали танки, плюс практически уже прямым текстом заявляется, что сейчас дадут самолеты на следующем Рамштайне, что это вот такой абсолютно кардинальный перелом в подходе Запада к тому, что они хотят, допустить непоражение Украины или допустить полного освобождения до границ 91-го года? Не хватает здесь ракет, не хватает Атакамса. Вот если вы сказали, что еще и Атакамса, то есть если на Рамштайне в Февральском мы получим не только допустим авиацию в каком-то виде, но еще и дальние ракеты типа Атакамса, это может быть не Атакамса, может быть просто ракеты с дальностью где-то около 300 километров для того, чтобы могли доставать до Крыма. Тогда да, даже некоторые ракеты со 150 километрами или допустим те же GBU-39 с дальностью 150 километров с Азовского побережья мы две трети Крыма будем доставать, но не достанем конечно ЮГ, ЮБК и Юго-Восток, не достанем, потому для этого надо что-то типа Атакамса. тогда можно говорить о том, что это кардинальный перелом. Тогда вот на наших глазах все-таки первая половина этого кардинального перелома произошла или по крайней мере первая треть. И у меня вопрос, что вы думаете о причинах, по которым вот как-то это дело странно зависло. Вот прямо во время Ранштайна все думали, что дадут танки, танки не дали, дальше было два дня заминки и вдруг танки посыпались как из ведра. Что это было? Ну, это военные говорят, это фитиль мокрый, долго догорало до принятия решения. Ну, а если реально, то тормозить поставки и тормозить наше наступление, вообще продвижение как таковое начали наши партнеры после G20. Произошло что-то на G20, были какие-то договоренности, скорее всего, между американцами и китайцами, о том, чтобы еще, наверное, дать шанс Путину сохранить морду лица. То есть дать ему какой-то повод, может быть, какие-то коврижки пообещать, ну, или хотя бы выполнить на определенное время его хотелки для того, чтобы он что-то мог продать российскому народу. Оптимальный вариант, это, скорее всего, допустим, Крым-Донбасс, то есть попытаться ему еще раз это как-то показать, завернуть какую-то обертку, чтобы он это все принял и вывел войска. Ну, то он уже готов выводить, он был и готов выводить давно, он просто пытается разменять, разменять Херсонскую и Запорожскую области на Крым и Донбасс, но Донбасс он сейчас хочет весь, не ту часть, которая была оккупирована в 2014-2015 году, а весь Донбасс, и он пытается за него бороться. Почему наступление, допустим, частичная мобилизация, он пытается захватить весь Донбасс, у него это не получается, он ждет, пока ему будет предложение обмена Крыма и Донбасса на Херсонскую и Запорожскую области, вот тогда он может быть начнет какие-то действия по замораживанию боевых действий, но не более того. Так вот этого не последовало, то есть ему предложили, но предложили не то, что он, скорее всего, для себя нарисовал, потому он не пошел на эти предложения, они могли, предложения могли быть прямые, непрямые, косвенные, намеками, здесь очень сложно сказать, много челноков, много засланцев, посланцев, потому здесь не зная, так сказать, самих контактов, даже предположить сложно, но, скорее всего, именно это, так как нас практически остановили, то предполагаемое наступление, которое должно было быть, в принципе, в конце ноября, в начале декабря, чуть погода прибила, конечно, но в основном как раз заложный правильно сказал, недостаток определенного количества вооружений, 300 танков, 700 БМП и 500 стволов, это немало, это большой недостаток, потому, если при расчетах нет 100% гарантии, то некуда и двигаться, потому что можно попасть в окружение, здесь тоже обратный, бумеранг такой обратный мог ударить, потому, скорее всего, Путину дали время для того, чтобы он как-то подумал, как-то решил этот вопрос, ну, а он вместо того, чтобы пойти на него, все-таки у себя, скорее всего, думает о всем Донбассе, потому несколько было несколько волн ракет, было движение по некоторым позициям, по тому же Солидару, то есть не останавливается, ну, потому приняли решение наши партнеры передать вооружение, то есть решили уже, если его, если он сам себе не хочет сохранить, сохраниться сам не хочет, ну, тогда, значит, будем выполнять то действие, которое, ну, одно остается, потом передали. Вряд ли это там, это был один, день-два, это все-таки день-два, это технические вопросы. За этот день-два Шольц сделал для Украины титаническую работу. Вот вроде бы как он задержал решение, зависло это решение, но он выдавил из американцев абрамса для украинской армии. Вот если бы не позиция Шольца, я не думаю, чтобы мы получили абрамсы. А вот, ну, может быть, это так сложилось, то есть, и такое бывает. Он, может быть, и не ставил себе такую задачу, но тем не менее, мы получили из-за позиции Шольца, мы получили весь спектр тяжелого вооружения, ну, а Путин теперь будет думать, и, может быть, локти кусать он не будет, не достанет, а вот, ну, свои, по крайней мере, а вот дальше, какое будет действие российское, уже можно спрогнозировать, то есть, они однозначно будут наступать на Донбассе, то есть, это хотелка Путина, он ее не оставил, то есть, он будет наступать на Донбассе до границ Донецкой области и будет пытаться удержать наше наступление на Херсонской и Запорожской области, пытаться будет, он не будет выполнять каких-то наступательных действий в Запорожской, то есть, будет поставлена задача удерживать наше наступление, но понимая, что мы все равно выйдем к Азовскому побережью, это тоже ему любой генерал, любой полковник ему это расскажет и он это уже сам прекрасно понимает и тем более с этим вооружением, он будет просто за это время, пока мы будем заняты движением в сторону на Азовское побережье, он будет в это время выдавливать нас из Донбасса, вот будут такие два движения, наше движение к Азову, а его движение к границам Донецкой области, это в ближайшие несколько месяцев, я думаю, в течение весны вот такие движения будут происходить. И я еще уточню, то есть вот когда вы говорили о том, что украинскую армию сдерживали, то есть вы разделяете эту историю о том, что были какие-то назовем их консультации между американцами и Путином, и они ему чему-то предлагали, а у него полностью снесло крышу, и он сказал типа мне этого не нужно, и начал ставить ПВО около своих резиденций. однозначно сдерживали и однозначно были консультации, то есть, ну, консультации, по крайней мере, что-то типа предложений, вряд ли это были переговоры, и точно в них не участвовала украинская власть или украинское военно-политическое руководство, но уровень консультаций точно был, воежи были понятны, заметны, и нас действительно сдерживали. Нам не дали выполнить определенные действия, которых мы с вами также прогнозировали их до Нового года. Погода-погода, но не было техники. И, собственно, именно поэтому уж так, завершая, я начала именно с путинского наступления на Угледар, потому что вот вы сказали, что Путин будет пытаться наступать, Путин, соответственно, Украина, наоборот, будет наступать на сухопутный коридор, и, в общем, если судить по тому, что Путин сейчас делает, то это как-то не впечатлит Запад и не развеет сомнений в дееспособности и адекватности Путина. Да, я с вами согласен. Так и есть. Прогнозируемое поведение Путина, даже с одной стороны прогнозируемое и наше поведение. Сейчас будем участвовать во всех этих процессах, помогать и, естественно, освещать вместе с вами, нашим слушателям, нашим вашим подписчикам, будем рассказывать то, что будем знать, анализировать, показывать. Будут определенные заходы техники, будем их освещать и помогать украинской армии и в информационном поле, наверное, тоже для того, чтобы все-таки победить и чем быстрее, тем лучше эту российскую гидру, будем так говорить. Ну что ж, спасибо огромное. Это была Юлия Латынина и Роман Цветан. Не забывайте, пожалуйста, делиться ссылками на этот эфир. Не забывайте подписываться на наш канал, не забывайте ставить лайки. Напоминаю, Роман военный летчик, военный эксперт, полковник запаса. Роман, спасибо вам огромное. До свидания. До свидания.